Никаких больше справок. С 20 сентября для всех граждан, прибывающих в Ненецкий округ как водным, так и авиатранспортом, отменяется необходимость соблюдения двухнедельной самоизоляции. Исключение составят лишь работники нефтяной отрасли, прибывающие в регион на работу. Далее все подробности. Проверка температуры и прохождение контроля по прилету – процедуры для пассажиров уже довольно привычные. На выходе из терминала прибытия дежурит сотрудник Центра гигиены и эпидемиологии. Мария Брескина в таком режиме работает с апреля. Говорит, самыми сложными стали первые месяцы после введения самоизоляции. Люди у нас разделились на два фронта. Есть те, которые поддерживают эти ограничения, есть те, которые очень противятся. Противятся настолько, что сбегают в аэропорту, в буквальном смысле. Вот полицию попросили с нами стоять, потому что они убегают. Это вот где-то последние две недели вот так вот плотно идут люди с анализами. До этого мы пытались… Архангельск у нас самый нервный рейс. Они считают, что мы Архангельская область, что мы все вместе, поэтому у нас одни правила. И вот по этому поводу очень ругаются. Среди пассажиров этого рейса без правок единицы. Большинство все же предпочитают потратить несколько тысяч рублей и сдать ПЦР-тест. Из-за здоровья нет повода переживать. И две недели на самоизоляции сидеть не придется. Все условия созданы для того, чтобы очень быстро и хорошо это все было сделано. Мы были с детьми, поэтому проблем никаких не было. Да, единственная проблема – это 1800 за каждого человека. То есть на семью, на молодую семью, у которых двое детей, они заплатили практически 8 тысяч. Впрочем, уже с 20 сентября режим самоизоляции будет снят для всех приезжающих в Ненецкий округ граждан. То есть тем, кто прибывает в регион как водным, так и авиатранспортом, никаких справок предоставлять не нужно. Однако есть ряд исключений. Так, если вы возвращаетесь в НАУ с детьми, которые посещают общеобразовательные организации, лучше все же сдать тест на отсутствие ковид. Иначе ребенка не допустят в школу или детский сад. Это требование устанавливается предписанием Роспотребнадзора, которое определяет порядок допуска детей в условиях пандемии коронавируса в образовательные учреждения. Дошкольные, школьные, дополнительные образования. И детей, надо сказать, и работников этих учреждений. Либо 14 дней ребенок должен находиться где-то дома, на территории округа, у бабушек, у дедушек. И через 14 дней по справке педиатра может идти в образовательное учреждение. Если он приезжает с тестом, то, соответственно, 14 дней не ожидается. Кроме того, остается обязательная обсервация для сотрудников нефтепромыслов и месторождений. Перед прибытием к месту работы они по-прежнему должны пройти обсервацию с контрольным тестированием.